Плодородная земля Кубани в идеале должна давать не только урожай, арендная плата за земельные участки, составляющая городского бюджета. Чтобы бюджет пополнять, нужно учесть каждый земельный участок. Количество договоров аренды благодаря работе властей растет. В 2012 году договоров аренды было 2300, на сегодняшний момент текущий 2886. То есть земля учитывается, оформляется и в установленном законном порядке поступает арендная плата в местный бюджет. В Анапе в прошлые годы практиковали использование земли без арендной платы. По распоряжению мэра Анапы Сергея Сергеева, специалисты управления сельского хозяйства и имущественных отношений проводят инвентаризацию земельных участков. Свободной земли и той, что обрабатывают свободно, без оформления документов, установят статус по закону. То, что касается свободных так называемых земельных участков, неразграниченных, если правильно говорить, то они формируются, регистрируются право муниципальной собственности и предоставляются в аренду. Вот здесь я хочу сделать акцент. Мы долго готовились к этому, собирали информацию, формировали, соблюдали законодательство. И с сентября месяца мы уже провели первый аукцион, конкурсы. И цель максимально выйти на позицию, когда земельные участки для строительства предоставляться должны исключительно с конкурсов и аукционов. Эта практика будет постоянной, систематической. И ничего другого, наверное, не должно быть. С первого же аукциона в городской бюджет поступило 8 миллионов рублей. Такую практику в Анапе продолжат. Учитывают все участки земли. Привлекают к инвентаризации активистов сельских округов, запрашивают информацию в земельном центре и формируют карты. Каждая сотка земли будет приносить доход городскому бюджету. Должен быть учет, контроль. И, поверьте, мы все равно к этому придем. Опыт у меня в этом есть. Я работала в сельхоз районе, я имею в виду сельскохозяйственного преимущественного назначения. Уверена, что с этой задачей справимся. Бывают такие ситуации, когда земля принадлежит субъекту, но еще она в стадии оформления. До недавнего времени на неучтенной земле городской бюджет ежегодно терял несколько десятков миллионов рублей. С губительной практикой покончено. Заинтересованное лицо вложило определенные средства, приобретая в аренду земельный участок, то, наверное же, будет стремиться, на мой взгляд, и к тому, чтобы его быстрее освоить, вложить инвестиции, получить прибыль. Арендная плата останется стабильной, повышения не будет, и контроль земельных участков останется на прежнем, высоком уровне. Рост доходов от аренды земли за 10 месяцев этого года составил более 114%, в реальных цифрах – 42 миллиона 370 тысяч рублей. Все вырученные средства пошли на выполнение социальных программ, ремонт детских садов и строительство дорог. Наталья Пухальская, Станислав Фалько, Анапа. Регион.